трудно представить себе сад в котором не было бы красивых цветущих лиан но таких например всех всем известных как клематис здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад мне мне много пишут что почему вы никогда не рассказываете о клематисе в своем саду и показываете это это выстроить и цветы расскажите как вы их выращиваете правда как-то я не отводила большого времени клематису потому что наверное их у меня в саду не очень немного я вот посчитала всем клематисов но не все так шикарно выглядит и смотрится как вот этот клематис жакмана самый легкий клематис в использовании почему же все так любят клематисы потому что наверное это самая такая всем известная лиана в саду который можно украсить и беседки и перголы и заборы и сделать такие обелиски как сейчас делают подпорки такие как в виде обелисков четырехгранные трехгранные и посадить на открытом газоне и сделать такую солитерную посадку и вот так как я завуалировать огород за ним не видно даже посадок капуста например то есть в виде изгороди растет достаточно быстро но не сразу поэтому здесь и вопрос легко ли или нелегко ли высадить вырастить вернее такое растение как клематис или по-другому еще называется это ломонос в принципе клематис достаточно ну вот на мой взгляд легкое растение в уходе за ним и растет она в саду великолепно даже в наших не очень теплых условиях выращивания это север ленинградской области но есть какие-то свои нюансы которые надо знать при покупке клематиса самое главное как мне кажется это выбрать тот клематис который у вас будет расти в соответствии с группой обрезки вот здесь вот самое важное мы же всегда магазинах смотрим по цветку по насыщенности по крупноте цветка нравится или не нравится и мало внимания обращаем на другие какие-то условия а у климатисов есть три группы обрезки раньше вообще только про две писали теперь уже пишут про три первая груз группа обрезки обрезки у климатисов это тогда когда климатис цветет на побегах текущего дома года и вот климатис жак мана самый простой самый известный климатис вот как я сейчас вам показываю вот этот он цветет на побегах этого года я его срезаю но не под ноль конечно оставляю где-то 15 20 сантиметров черешки от земли вот эту всю большую вот вся эта масса большая вся мною срезается черешки корешки или черешки оставляю только лишь для того чтобы знать что здесь растет климатис и вот обозначение этого места вся эта масса вегетативная она становится сухой потому что побеги этого года они просто отмирают засыхают и я ее сверху климатиса и кладу для утепления вот корневой шейки это самые как бы легкие выращивание климатис и растут они очень очень быстро кто со мной на канале помнит что я весной сетовала на этот климатис который в прошлом году он вообще здесь чуть ли не заломал мне всю опору был ну настолько огромный а в этом году он очень плохо тронулся земли и было сначала всего два три несчастных побега вы наверное помните как я сетовала что это такое обычно этот климатис у меня огромный а здесь он еле рос но растет когда уж он пошел от земли он растет 10 там 12 15 сантиметров в день поэтому масса его нарастает мгновенно быстро ну и конечно же я его подкармливал сейчас об этом расскажу вот кто не знает что делать там как-то укрывать закрывать что делать с этими лианами значит нужно покупать климатис первой группы обрезки обрезали на зиму и никаких проблем вторая группа обрезки климатисов когда цветение идет и на побегах прошлого года и на побегах этого года считается что такие климатисы обильнее красивее цветут потому что они рано нацветают на прошлогодних в июне начинает цвести а потом уже как сказать в конце июля распускаются цветы но вот на новых побегах и эти климатисы не обрезают до конца земли но не не надо всю массу сохранять где-то сохраняют там до метра иногда полтора но я имею ввиду это в тех районах где зимы более-менее суровые и нам необходимо укрывать на зиму клематисы сворачивают всю эту ботву колечком рядом как-то с корневой шейкой и так он и зимует и весной просыпаются почки вот на этих таких вот сухих как и кори его побег кажется что он весь сухой весь такой вот прям неживой все нормально и идут почки с этих побегов вот и третья группа обрезки там уже цветы тоже идут на прошлогодних очень рано побегах цвести и идут уже на новых вот раньше про как-то первое и третье типы обрезки они объединялись был первый тип обрезки и второй кто живет в южных регионах они вообще не снимают клематис с опоры у них в принципе зимует на опоре у нас клематисы те которые нужно оставить вот с вегетативной массы конечно надо снимать и при желании как-то немного их укрывать вот у нас на севере ленинградской области я их укрываю клематис так просто оставлять их нельзя не дай бог бесснежная зима и запросто вы мерзнут что и вот покупаете уже клематис с условиями вот той обрезки какую вы хотите что еще нужно знать нужно знать о том что клематисы они в принципе вот представьте какую большую вегетативную массу надо выгнать и листвы и побегов поэтому им нужна очень хорошая удобренная почва это обязательно поэтому он любит очень органику почвы должны быть легкие но это в принципе так про все растения можно сказать легкие пушистые воды проницаемые воздухопроницаемые здесь в клематисе ни в коем случае не должно быть грунтовых вод вот это точно у кого грунтовые воды рядом значит в яму да и даже если у вас нет при посадке в яму кладите побольше кирпичей гальки камешков вот он очень любит он клематис он корешками оплетает камушки ему как-то вот так нравится даже я у меня вообще грунтовых вод близко нет у нас песок очень сухая почва но это я всегда в яму кладу камни вот он как-то с кормнями очень дружит а если грунтовые воды близко может быть отмокание корней клематис нельзя вот чтобы грунтовые воды были близко но при этом он очень благолюбивый вот в этом году у нас сухо и я очень часто его поливаю поливаю обильно прямо много и когда сажаете обязательно перепревший навоз или компост обязательно в яму и всегда уже поздно осенью в октябре я вокруг клематиса очень хорошо мульчирую всю перепревшим навозом и весной в принципе у меня вот этот навоз начнет играть роль подкормки весной делаю подкормку мочевины это рано весной ну или селитрой или селитрой или мочевиной чтобы дать вот этот толчок прорастанию этих побегов но с чем можно столкнуться кроме как с обрезкой не понять резать не резать можно столкнуться с тем что клематис немножко капризничает в первую пору своего развития то есть пока он не нарастит огромную хорошую корневую массу глубоко в земле а корни у него такие как проволоки стержневые то есть корень то мочковатый но вот от него отходят такие прям как стержни желтые мочка такая большая они длинные прочные вот пока он не нарастит эту всю корневую массу большую он не будет расти вот я недавно когда сажала розу показывала всем что клематис третий год растет на одном месте толку вообще никакого нет я выкопала эти корни оттуда посадила розу корень нормальный живой здоровый я посадила пока отдельно в кашпо и пока в кашпо их подращу то есть вместе с кашпо пересаживать не буду осенью вместе с кашпо зарою в теплице и так он и перезимует а потом уже посмотрю куда я его посажу вот видно вот не нарастил корневую массу и ни за что не стал расти вот и затем течение в течение начала лета я тоже провела две подкормки клематисов свои удобрениями пролила сброженной травой они прекрасно отзываются на это удобрение или там навозом например настойным ну хотите можете кимиру люкс например и все вот цветет шикарно хотя я в этом году сначала была расстроена думала ну все уж этот клематис у меня как-то прямо вот забастовал ничего подобного вон как пошел в разные стороны шикарно цвести теперь два других клематиса ждут не два а тут даже три клематиса других вот такой клематис красный бордовый называется он руш кардинал шикарный клематис он у меня еще не очень небольшой но он как-то сразу стал хорошо расти он конечно потом наберет силу и будет вот как я сейчас вам показывала клематис вот такой вот большой то есть он вот эти вот верхние перголы вот эти верхние ведь он еще не дорос туда вот только-только начинает он обязательно туда дорастет наверное ему третий год и в этом году много цветов вот еще посмотрите сколько бутонов но там еще один клематис затесался вот почему так происходит да потому что света торопится клематис был посажен и вот он года два у меня тихо мирно отдыхал в земле наверное наращивал корневую систему но так как у меня чешется руки и как это место пустое и что это такое и он наверно пропал хотя я сама то понимаю и все знаю и с климатисами я уже много лет и всяких у меня в опытов и печальных и хороших был конечно я все равно туда сунула другой клематис вот этот руш кардинал посадила и теперь они 2 естественно придется мне выкопать или тот или другой ну конечно я выкопаю вот этот синий который называется президент его оттуда уберу и говорила что я буду выкапывать девичий виноград вот этот президент как раз и переедет туда вот это о том что не надо торопиться не надо там копать пальчиками что-то тяпочкой скорее смотреть жив или умер скорее всего что жив просто надо подождать немножечко момента когда двинутся побеги и вот это может происходить и два-три года вот в чем вот в чем суть а уж если он пошел то пошел и пошел еще есть такой прием весенний когда вы знаете точно что у вас кислые почвы но даже он работает и тогда когда не знаешь кислая у тебя почва или не кислая вот у нас например я не знаю кисло у нас или не кислая почва весной никак не трогаются клематисы в рот вот в рост уже даже такие достаточно мощные лианы долго спят и тогда я делаю как об этом приеме многие знают стакан мела или стакан доломитовой муки развожу в 10 литрах воды просто получается такое белое состав который в народе называется известковым молочком и прямо на большой клематис но если я знаю что вот он уже взрослый у меня куст выливают целое ведро на клематис который поменьше выливаю пол ведра и точно так же происходило с клематисом жакмана которая сейчас показывала на которая сетовала что он вдруг забастовал и потихоньку потихоньку вот как-то это действует хотя я говорю еще раз что я не знаю чтобы это раскисляло там что-то сильно или какая-то реакция происходит и клематис начинает расти вот так иногда очень даже хорошо помогает вот такой прием советую и вам тоже и еще один клематис вот такой это тоже президент клематис ведь он еще не распустился и у него огромное количество бутонов они распустился он потому что он у меня сидит под яблоней и яблоня на него действует не очень хорошо вот поэтому клематисом нужно солнечное место чтобы насладиться их красотой их цветением потому что если не солнечное место то будем долго ждать цветов уже скоро конец лета а он у меня еще только в бутонах посмотрите какой он крупный просто обалденный клематис и что самое интересное то я то хочу чтобы у меня вся это моя пергола с этой стороны мне закрывала весь огород но вроде как так и выходит но еще всех красивее получается обратная сторона сейчас зайду и вам покажу посмотрите какая здесь красота крупненный этот клематис просто и все цветы высыпали сюда в принципе сочетание когда сажаете два клематиса рядом тоже получается красиво можно подобрать там ли белый с голубым например вот голубое он такой голубой сиреневый поэтому он вот с этим малиновым темным насыщенным цветом получается очень очень шикарно то здесь в огороде тоже можно любоваться вот этим цветением даже ему видно в ту сторону меньше было места его зажал красный клематис и он высыпал сюда здесь история точно такая же здесь два клематиса можно посмотреть вот этот белый княжик был посажены долго спал и я уже успела туда сунуть вот этот вот глупой президент и теперь у меня там княжик кое-как и ну этот то не кое-как этот просто вот набирает бутоны он еще в сентябре будет меня радовать и радовать ну и вот видите с той стороны вам показывала это обратная сторона ничем не хуже то есть если посадить какую-то виде изгороди ну отделить там и можно и с обратной и с другой стороны любоваться везде цветением вот в огороде тоже мне приятно например работать а этот клематис честно говоря не знаю его название может быть тоже президент но он ярче он насыщеннее просто даже не помню как покупался он из тоже из таких вот молодых вот какой такой более сиреневый что ли у него цвет более насыщеннее чем тот а может просто здесь солнце больше это такой вот столбиком таким но я не знаю мне что-то это не очень нравится поэтому скорее всего вот эти два клематиса с одной стороны вот этого колодца без сетки и с другой стороны я отсюда уберу что-то придумаю другое потому что все-таки нужно тогда сделать здесь опору какую-то более широкую чтобы он вот не был таким столбиком а все-таки разрастался но опору вот в ширину я имею ввиду мне здесь ну не предусмотреть не хочу я поэтому я скорее всего пересажу этому клематису три года вот и он вот только-только входит такую пору свое цветение а вот этот прям хотела хотела поругаться этот клематис не знаю по-моему нелли мозерс вот такой он покупался как нелли мозерс вот но третий год вот он растет прекрасно хорошо и практически не цветет если и сейчас присмотреться бутонов у него вот даже на молодых веточках практически нет хотя хорошая ботва вот такая вырастает я его пробовала срезать оставлять маленькие пеньки не срезать я его тоже пробовала снимала с опоры но срезала где-то на метр метр двадцать складывала в общем не так и не так я не знаю что ему надо вроде как нарастает не болеет все хорошо ну вот пока такая история вот на этой арке тоже клематис в том он когда-то свел шикарно потом все-таки заболел он у меня билтом и пропал пропал и пропал и я уже сюда подсадила другой клематис другой вот там там вот он такой нищий но вдруг пошел опять как-то старый клематис и вот он так у меня в этом году вот смотрите туда 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 вроде как вы раз значит набирает свою массу цветение естественно будет еще слабое но главное что он жив скорее всего это тоже клематис жакмана который я вам показывала первый самый обычный ну как я говорю что он красивее всех в саду всех не капризнее всех растет вообще шикарный клематис самый-самый простой ну и из той оперы посадила бы больше клематисов но не знаю куда поэтому пока так что мне нравится еще в климате практически не порождаются они никакими болезнями кроме одного заболевания вилд это ни с того ни с сего летом даже в период набирания бутонов и даже может можно сказать даже цветение вдруг моментально засыхают все плети и ничего с этим поделать невозможно билл лечить практически никак ну проливают там землю медным купоросом ну что странно у меня вот именно так два клематиса который он только что показала был вилт и через два года он пошел расти я там хорошо что я там ничего не копала и еще один клематис точно также отрос я его сейчас сестре подарила выкопала вот так же года три например он не рос на этом месте уже где клематис чего только не росло и вдруг позапрошлом году посадив туда георгин среди георгина вновь пошел клематис вот такой он интересный товарищ а вот насекомыми вредителями никогда не видела чтобы поражался клематис вот в этом то и вся его прелесть за это то его многие любят ну говорю что уход обычный ну полил так полил подкормил так подкормил но не покормите будет меньше цветов если уход похуже но все равно это очень благодарная тем более применить ее в саду можно ну просто где хотите там и примените в разных в разных посадках но вот этот у меня ну просто красавчик посмотрите цветы у него просто вот если приглядеться они может быть видно в камеру они как бархат пан бархат отливают руж кардинал шикарный я все жду когда вот он так вот отрастет у меня здесь и вот не знаю что делать с флоксами такое ощущение что вот эти флоксы они вдруг стали такими большими видно тоже силу и массу набрали и загораживают мне всю красоту перголы хотя я говорю что я все-таки хотела чтобы верх был занят но потерплю еще годик посмотрю будет ли клематис заполнять вот этот вот верх этого всего моего произведения вот тогда уже буду решать с флоксами если клематисы дорастут до верха флоксы оставлю если нет значит придется что-то сажать сюда другое вот такая история с клематисами ребята как видите в саду их немного но они есть и пока их не размножаю хотя прекрасно размножаются отводками но все-таки сортовые клематисы красивые очень есть махровые формы различные столько много расцветок красивых поэтому хочется конечно купить но пока не знаю куда и себя сдерживаю чтобы не было из той оперы купил и бегай по саду ищи место желаю вам красивых цветов вы были на канале у светланы луди сад всего всем доброго